Я понимаю тех людей, которые в массе своей пришли в конце сумасшедших ежегодных побед Спартака, застали там последнее одно-два чемпионства, и потом они пошли молодыми, 16-летними, наверное, пошли за Спартаком, за победителем, стали такими в хорошем смысле глорами. И вдруг приходит красавец с синеглазой, уже взрослый дядька, но с вашей прической, да, и так хорошо их облизывает, и так хорошо с прессой разговаривает. И более того, команда становится чемпионом. Ну, надо быть преступником и дебилом, чтобы не обожать его пожизненно. Ну, так сложилось. Убедить их в том, что он ни при чем в этом чемпионстве, то есть при чем, но ненамножко. Невозможно. Это любовь. Тренер по обороне. Господи, ты боже мой. Стали пропускать больше. Ну, я не знаю, для меня самый яркий пример, я вам рассказывал. Это игра в августе против Локомотива. Чемпион Спартак играет против Локомотива. Первый тайм 2-0. Мы ведем 2-0, все в порядке. Самедов падает, ныряет, не знаю. Мы в меньшинстве, тут же перерыв, тренер должен собрать всех в раздеванке и сказать, Ребята, мы в меньшинстве, мы ведем 2-0, мы чемпионы, играем по плану Б. Как играть в меньшинстве? Ну, мы же договаривались. Не договаривались? Ой, ел моё. Черт, мы не договаривались. Ну, ребят, ну вы как-то это... А? Понятно? А? Потом пиццы поедим. А? Джаля люда мэцальмара. Ну и все. Нет этого плана, не было у человека. И мы говорим 4-3. Теперь в итоговой таблице чемпионата отнимите эти 3 очка от Локомотива, прибавьте их Спартаку, и Спартак второй год подряд чемпион. При всех тех провалах, которые были дальше. Это...